Сельхозпредприятия «Латкин» из Розамасского района знают все, без исключения, картофелеводы России. Это один из лидеров по производству картофеля в стране. 60 тысяч тонн корнеплодов ежегодно отправляются отсюда в торговые сети, на переработку, на рынки. Семена от «Латкина» также расходятся во многие регионы страны. И не случайно день картофельного поля, который ежегодно проводит компания «Байер», было решено провести не просто в Нижегородской области, а именно у Евгения Латкина. Уважаемые коллеги, всем добрый день. От лица компании «Байер» я рада приветствовать вас на данной земле дисциплины «Азамаса». Здесь сегодня собрались ведущие руководители картофеля, наши регионы и многих полугов России. Нижегородская область находится, скажем так, наверное, в пятерке, даже не в десятке, а в пятерке. Крупнейший производитель, у вас прекрасные кадры, прекрасные перспективы. Есть, скажем, ряд лидеров и большие амбиции. Конечно, хотелось бы пожелать, чтобы еще и переработку развивали. Но прекрасные семеноводческие хозяйства в области. И в этом плане семеноводство – это один из крупнейших залогов получения хороших урожаев и хорошего качества. Но даже самые лучшие семена не дадут результата без предварительной подготовки. Более того, чем качественнее семена, тем больше внимания они к себе требуют. Подготовка семян к посадке – это самый важный момент. И при уборке, и закладке на хранение. Вот три момента. Потому что если вы купили кучу техники, кучу химии, удобрений, но вот проблема, что все коту под хвост, к сожалению. Поэтому подготовка к посадке. Повышаем температуру медленно в хранилище, но не даем образоваться конденсату и в высокой температуре резко подскочить, более 14 градусов. Сажать картофель без предварительной обработки семян – это заведомо потеря части урожая. В земле клубни уже поджидают различные болезни, насекомые, грибки, вездесущий колорадский жук и прочее, прочее, прочее. Успешно бороться со всей этой заразой помогают препараты компании «Байер». У нас есть некоторые препараты, которые обладают физиологическим действием на растениях, что позволяет развивать их вегетативную массу и корневую систему. Например, препараты семейства «Эместо», «Эместо Квантум» и «Эместо Сильвер» позволяют улучшить физиологию растений, то есть сильнее развивается корневая система, раньше закладываются клубни картофеля, что позволяет картофелю развиться намного раньше и уйти от стрессовых факторов, в том числе засухи и жары. Соответственно, меньше поражаться. Картофель будет не только заболеваниями, против которых напрямую работают данные препараты, но и такими заболеваниями, как парша обыкновенная, альтернариоз, потому что как раз засуха и жара приводят к сильному развитию данного заболевания, но за счет того, что растения развиваются раньше, клубни закладываются и начинают уже наливаться к моменту наступления стрессового фактора, поэтому это очень выгодно для фермеров. Погодные условия могут оказывать не менее негативное влияние на урожай картофеля, чем болезни и вредители. Любой, кто сажал на своем участке картошку, скажет, что в засушливый год картофель родится слишком мелкий, во влажной много гнили. Избежать этого помогают все те же препараты от компании «Байер». То есть главная задача вообще в картофелеводстве на данный момент это получить и высокую урожайность, и высокий выход товарной продукции. Получить 60 тонн, 50 продать и 10 выкинуть – это уже не вариант. Нужно получить 60 тонн, например, и выкинуть 2 тонны из этих 60. Мы видим мощную, волосатую, развитую корневую систему, что может дать только и место «Квантум» или же и место «Сильвер». Вообще защита растений, в частности картофеля – работа творческая. Как говорится, год на год не приходится. И в зависимости от погодных условий, агроном при защите растений действует не строго по инструкции, а исходя из своего опыта, что порой бывает намного эффективнее. Ну а если опыта не хватает или берут сомнения, то вам опять же прямая дорога к консультантам компании «Байер». Мы используем всю технологию, что предлагает «Байер», начиная от протравливания и заканчивая диссекацией. Все препараты, которые они предлагают, но они молодцы, они никогда не стоят только вот, что наши препараты самые лучшие. Они рассматривают и хорошие препараты других компаний, и в линейку работ они нам рекомендуют включать препараты, которые считают достойными. У нас очень много вопросов. Мы задаем все вопросы, все сюда свои вопросы сбрасываем и получаем ответы. Вместе решаем, приезжают консультанты. В общем-то, в принципе, вот это содружество меня очень устраивает. «Байер» мы используем на протяжении, наверное, уже лет 20, как начали заниматься, потому что, ну, те продукты, которые на данный момент, они не то, что востребованы, они необходимы нам, которые, наверное, на рынке лучше их нету, там, и по гербицидам, и по фунгицидам, и по инсектицидам. И они, так скажем, всегда, всегда у них происходит обновление линейки вот препаратов, и всегда какие-то, я говорю, ну, что ли, подстраиваются к каким-то погодным условиям, которые нам помогают получать стабильный урожай, ну, качественный, так скажем. Каждый год бороться с болезнями и вредителями на полях становится всё сложнее. Болезни мутируют, видоизменяются. На полях появляются новые вредители, о которых буквально несколько лет назад в регионе и не слышали. Потому компания Bayer тоже не стоит на месте, каждый год предлагая сельхозпроизводителям новые эффективные средства защиты растений. В начале этого года мы получили регистрацию на несколько новых препаратов, в том числе для картофеля, это и место сильвера, препарат протеус, который мы сможем уже включать в систему защиты для получения более эффективных урожаев и лучшего контроля вредных объектов, таких сложных, как серебристая парша и антракноз, если касаемо заболеваний. Если касаемо вредителей, сможем контролировать подгрызающих совок и устойчивую популяцию колорадского жука. Перейдём на соседнее зерновое поле. Здесь проблем не меньше, чем на картофеле. Сверху трипсы, снизу фузыриоз, на стебле ржавчина, внутри стебли тля, на колосе головня. При такой заразе можно вообще без урожая остаться. В Гагинском и Шатковском районе у нас в этом году тля занесла вирус. Вирусные заболевания озимых и яровых. Это страшные заболевания. С осени вы не увидите этого заболевания. Оно проявляется в фазу выхода колоса. То есть поля полностью сгорают за неделю. За семь дней становится ярко-оранжевого цвета. И вы остаётесь без урожая. Качественный протравитель обязательно, потому что когда у вас болят зубы, вы их кушать можете. Растения тоже так же. Если у них болят зубы, корни, они не могут питаться теми удобрениями, что есть в почве. Очень хорошее сравнение. Средство защиты – это лекарство для растений. А как известно, Байер – это мировой лидер в производстве лекарств. Как для человека, так и для сельскохозяйственных культур. Так что, если вам нужно защитить растения на полях или получить консультацию по применению в сельском хозяйстве тех или иных препаратов, обращайтесь в компанию Байер.